Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о своих новинках в моем гардеробе. В основном это будут аксессуары, также совсем немножко одежды, вернее один предмет одежды у меня есть, но это все такие вот базовые вещи, как мне кажется, на которые стоит раскошелиться, потому что я тоже сегодня буду так, ну, относительно дорогие вещи показывать. Если вам интересно узнать, что я считаю абсолютным мастхемом для себя на весну, на лето, тогда продолжайте смотреть. Первое, что я хочу вам показать, это сумка от Michael Kors, на нее я засматривалась уже очень долго, это Selma Medium, и именно конкретно в этом размере она мне очень нравится, и долго-долго я на нее, конечно, смотрела, и часто, частенько довольно-таки, сумки от Michael Kors заказывают через мой проект Simplum, и каждый раз, когда приходит очередная сумка, я на нее смотрю, смотрю на ее качество, и, конечно, очень хотелось, но вот в этом году я ее получила в качестве подарка на годовщину, у нас с мужем уже 10 лет, как мы вместе, и, в общем-то, да, он меня решил вот так вот побаловать. Что конкретно я хочу рассказать про эту сумку? Это отличная рабочая лошадка, это именно не сумка такая, которая, знаете, на нее надо смотреть и молиться, потому что она может где-то поцарапаться, где-то она может, пятно на ней какое-то появиться, это именно сумка для того, чтобы постоянно ее таскать, постоянно ее нагружать, бросать туда все вещи, которые вам нужны, она не супер большая, у них есть точно такой же дизайн, но побольше, побольше, ну, мне кажется, это для меня слишком перебор, вот эта конкретно для меня идеальная, она вмещает абсолютно все, что мне нужно в нее, также у нее здесь есть очень удобная ручка такая на плечо, я ее вот так вот на плече ей таскаю, ручку эту можно снять, она здесь крепится на карабинчики такие, или вот так вот тоже на локте ее можно носить, какой бы вы вариант ни выбрали, она выглядит замечательно. Что касается кожи и выделки, то сумка эта сделана из кожи, то есть это настоящая кожа, но кожа это выделка Софьяна, и Софьяна считается одной из самых таких неубиваемых типов кожи, она не мокнет, у нее не остаются пятна после дождя, например, это очень важно, потому что у меня есть сумка от Ребека Минков, и там кожа очень такая тонкая, и вот после дождя на ней прям видно вот такие вот разводы, поэтому в дождь это вообще не вариант, и если вы попадаете с такой сумкой в дождь, то как бы ее вот так вот прятать, это ну тоже смешно. И еще такую выделку кожи, вот именно эту Софьяна, очень трудно поцарапать, что тоже, конечно же, очень важно. И последнее преимущество это то, что на нее тоже очень трудно поставить пятно. Но опять-таки вернусь к предыдущей сумке Ребека Минков, она у меня, вот задняя ее часть, вот эта вот часть, очень сильно затерлась вот таким вот более темным цветом, от того, что просто сугубо терлась от джинса, юбки, какие-то предметы одежды. И постепенно она вот так вот начинает появляться пятна, и кожу чистить очень сложно. Мне, честно говоря, страшно сдавать ее куда-то в химчистку, потому что, ну, реально могут угробить. Там даже, когда сдаешь химчистку, там подписываешь документ, что, мол, если с вашей вещью случится беда, то сами виноваты, в общем-то. Поэтому химчистку сдавать страшно, а сама как-то я никогда не занималась тем, чтобы именно ее чистить. Поэтому конкретно вот эта выделка Софьяна очень меня привлекла, и вот я ее таскаю уже, ну, сколько она у меня, уже где-то месяц-полтора, может быть, у меня эта сумка, я ее постоянно таскаю. Вообще вот ни одного какого-то малейшего признака того, что я ее носила, нет. То есть я ее вот сейчас могу продавать как абсолютно новую. Вся фурнитура очень качественная, то есть все вот так вот элементарно просто открывается, все очень качественно сделано. Единственный момент, который я не знаю, как себя поведет, по отзывам вроде бы как все хорошо должно быть, но эта сумка заделана вот по швам таким, как резиной, знаете, вот когда дешевые сумки часто, когда покупаешь, вот эта резина начинает отходить от сумки, и вот все эти швы начинают махриться, и это вообще выглядит ужасно. Именно дешевые сумки этим сразу себя и выдают. Вот эта штука меня так немножко поднапрягла, но вроде бы по отзывам в интернете все должно быть хорошо, то есть она держится очень плотно, четко, там ничего не должно отходить от этой сумки. Поэтому посмотрим, время покажет, но пока я очень довольна. Конкретно этот цвет тоже я выбрала неспроста, потому что черный мне как-то не хотелось, потому что черный какой-то сильно банальный, а вот этот именно темно-темно-синий, это вроде как и на весну подойдет, и на лето подойдет, и на осень подойдет, то есть такой какой-то вот действительно универсальный цвет. В общем-то да, я безумно просто ей довольна. Сейчас вам покажу еще одну сумку. Эту, я признаюсь честно, еще даже ни разу не выгуливала, потому что она буквально вот пару дней, как у меня, как она ко мне пришла. Это вот такая вот сумка от BCBG, но если даже мельком на нее взглянуть, то сразу понятно, что она очень похожа по дизайну на известные сумки Chanel Boy. Chanel Boy, конечно, бешеных денег стоит, там от 4 тысяч и выше долларов, и как-то, ну реально, такие деньги за сумку отдавать, ну это совсем уже сердце кровью обливается, и пока для меня это абсолютно нереально. Но я считаю, что нет ничего плохого в том, чтобы получить то, что тебе нравится, за меньшее деньги. Я не приверженец того, чтобы выставлять фейки за оригинал, то есть так я никогда не делаю. Я не буду показывать там китайскую сумку Chanel и рассказывать, что вот я купила оригинальную в бутике. Это реально выглядит смешно, и всегда видно, оригинал или не оригинал. Но если вам нравится, например, дизайн какой-то определенной сумки, и вы находите тоже качественный ее аналог, то я как бы не вижу в этом ничего такого супер плохого. И вот эта конкретно сумка от BCBG, конечно, намного дешевле стоит. Вот у нее еще ценник даже висит, 128 долларов ее оригинальная цена. И мне она очень нравится, очень классная. Опять-таки, я люблю такого типа как кроссбоди, то есть у нее опять-таки очень длинный ремешок. Можно носить так, можно носить и так. В общем-то, разные варианты. И тоже можно эту цепочку вытянуть, и тогда она получается достаточно короткая, то есть где-то на уровне талии она находится. Что касается того, как она устроена в середине, то здесь она просто на магнитные такой заклепки, и середина у нее, мне кажется, достаточно вместительная. То есть, ну, положить туда кошелек, телефон, ключи, ну, в принципе, больше, может, особо ничего не влезет. Но, по сути, как бы ничего больше, наверное, и не надо для такой вот небольшой сумки. Тоже безумно мне нравится эта моя обновочка, и с удовольствием буду носить ее в будущем. Хорошая обувь – это тоже очень важная часть гардероба. У меня в моем гардеробе, в принципе, очень мало какой-то дешевой обуви, то есть я практически не покупаю какую-то дешевую обувь. В основном, если я что-то беру, то это уже из кожи, из замши, из какого-то качественного материала. И вот такие вот совсем уже трендовые вещи я могу купить подешевле. Но именно классические или такие рабочие лошадки, которые я буду таскать каждый день, я люблю приобретать качественные. И сегодня я хочу показать вам вот такие вот кеды от компании Solo. Это, кстати, украинская компания, которая занимается тем, что она изготавливает обувь под заказ. Это именно ее фишка, то есть они могут пошить абсолютно все, что вы только бы себе не придумали. Мне кажется, что это очень такой уникальный подход. И у них можно просто из существующих моделей выбрать и как-то сделать их больше под себя. То есть если вы видите какие-то, например, туфли, сделать их другого цвета, там другой выделки кожи, какие-то элементы туда добавить, нашить. То есть можно так. А можно вообще прийти и разработать свой дизайн и сделать их сугубо под себя. И еще у них даже это написано на страничке, что если у вас есть какой-то предмет одежды и вам к нему нужно подобрать обувь, то вы можете даже принести этот предмет одежды и под него вам сделают сумку или обувь. Поэтому идея просто замечательная. Я конкретно не заморачивалась тем, чтобы продумывать свой дизайн, потому что в первую очередь они находятся в Киеве. То есть сейчас эта информация особенно полезна будет для киевлян. Если вы находитесь в Киеве, к ним можно прийти в шоу-рум, померить все, что у них там есть, и можно прийти и вообще свой дизайн разработать. Это вообще круто. Так как я не живу в Киеве, и в Киеве крайне редко я бываю, то я решила не заморачиваться и выбрать уже из того, как бы что у них есть представленное. И единственное, я сделала немножко как бы под себя. Я выбрала вот такие вот кеды себе. И мне кажется, что это отличная модель для того, чтобы просто их вот действительно таскать и убивать. Я их последние, не знаю, недели три, наверное, вообще с ног не снимаю, потому что они безумно удобные, сочетаются практически с любой повседневной одеждой. Понятное дело, это не какая-то обувь на выход, то есть это сугубо такая рабочая лошадка, повседневная носка. Я выбрала вот такой вот металлический медный нос и черная кожа. У кожи выделка довольно стандартная, очень качественная, плотно все сделано. И что мне нравится, вот здесь вот конкретно в этих стыках, они все очень хорошо сделаны, потому что в последнее время я вот ходили мы с мужем, выбирали ему обувь, и вот что в руки не возьмешь, оно вообще как будто веса не имеет. И конкретно вот эти вот стыки, они настолько паршиво сделаны, такое впечатление, что два раза наденешь, и уже начнет вот так вот все отклеиваться. Здесь же очень классно все сделано, и даже вот учитывая этот факт, что я реально таскаю очень много в последнее время, единственное, что я вижу, это вот здесь вот они немножко заломались, и здесь, кстати, вам совет. Если вам конкретно этот дизайн тоже понравился, и вы будете себе его или заказывать, или делать там под заказ, то делайте этот носок меньше, потому что именно из-за того, что здесь вот такой вот металлический носок, и вот этот вот момент залома на металлической именно части выглядит хуже, чем если бы здесь просто была черная кожа. То есть мне кажется, если сделать металлический носок вот чуть-чуть меньше, то носиться это будет лучше. Но это уже конкретно моя ошибка, я могла сделать и по-другому, но так как я этого не знала, уже получилось вот так. Тем не менее, качество мне очень понравилось, и что мне тоже понравилось, это то, что изначально, когда ты выбираешь обувь, они просят измерить ногу, я это все сделала, и у меня размер ноги вот под американский размер рассчитан, потому что у меня чистая девятка, у нас вот аналога девятки нет, девятка это 39,5, то есть вся обувь с Америки, которую я заказываю в размере 9, она на меня, ну, просто идеально ложится. У нас же я могу купить либо 39, либо 40, и 40 зачастую немножко большие, 39, ну, зачастую нормально, но бывает, что и жмут. Я выбрала вот эти в размере 39, и хотя я сбросила, как бы, размеры своей ноги, мне пришли эти кеды, и они мне немножко жали, и немножко жали по ширине и по длине. Я сразу, конечно, очень расстроилась, потому что подумала, что все, носить их не смогу, считай, пропали. Но связалась с ними, и они сказали, что они могут их растянуть. Ну, это, по-моему, отлично вообще для тех, кто с других городов у них что-то заказывает. Я им отправила их обратно, они там пару дней занялись тем, чтобы их растянуть, пришли они мне назад, и все, они на мне идеально сидят. В общем-то, класс, безумно я этому рада. Контакты, кому интересно, опять-таки я оставлю внизу. Последний абсолютный must-have на весну и осень это тренч. Я тренч очень давно хотела, вот он мне сейчас в кадр не влазит, но я постараюсь ставить в видеокадр, там, где он именно на мне надет, чтобы было больше понятно. Тренч это, в целом, такой предмет гардероба, который является, ну, просто абсолютным must-have, особенно в таком возрасте, как у меня и старше. То есть, если раньше я была склонна к тому, чтобы носить какие-то курточки, какие-то партишки такие спортивные, то сейчас все больше и больше меня тянет уже на какую-то такую взрослую одежду, ну, наверное, возраст этому причина. Но, тем не менее, тренч мне всегда нравился, но тренч это такой предмет гардероба, который должен сидеть идеально, иначе в нем нет никакого смысла. Вот этот конкретно у меня от Gap, и если рассматривать ценовой диапазон, то, конечно, тренч можно купить от Burberry и заплатить за него, я не знаю, там, очень-очень много денег, но в то же время можно купить чуть-чуть дешевле. Вот этот конкретно, мне кажется, он в таком среднем ценовом диапазоне, я вот даже сегодня специально посмотрела опять на сайте, он у них сейчас идет по скидке за 100 долларов. Обычная его цена 138, по-моему, долларов, в общем-то, отличное просто качество, он на 100% выполнен из хлопкового материала, и по ощущениям, знаете, как льняная вещь, вот такая вот в руках, ну, это 100% катон, у них там написано на лейбе, очень классно на мне сидит, вот действительно, как бы вылитой, как будто на меня пошитый, мне он очень нравится, очень качественный, вот видно сразу, что не разлезется там за три носки, и не знаю, как у вас, но у меня лично такую вот вещь надеваешь, и сразу какое-то создается такое, внутреннее такое ощущение создается, что ты очень как-то элегантный, красиво одет, поэтому если вы ищете себе тренч хороший, то и у вас достаточно, ну, обычно пропорциональная фигура, то есть если у вас есть какие-то особенности, то, конечно, это только идти в магазин и мерить вживую, у меня фигура вообще стандартная, рост, там, ширина плеч, ширина груди, талии, там, как бы мне, поэтому довольно легко покупать все в интернете, и на меня зачастую, если размер мой, то сидеть, он на мне будет хорошо, поэтому мне как бы в интернете покупать всегда приятней, и меньше это времени занимает, если у вас та же история, я вам очень рекомендую обратить свое внимание на герб, потому что вот действительно меня качество поразило, хотя герб вроде считается таким вот именно средним уровнем, да, по бренду, в то же время качество просто на 5 с плюсом. Ну, это все, я очень надеюсь, что это видео было для вас не только интересным, но и полезным, обязательно поставьте мне палец вверх, если так и было, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны, и мы с вами увидимся в следующих моих видео, пока! Сегодня мы с вами будем делать тест-драйв новинок в моей коллекции косметики, у меня появилась вот такая вот новая тональная основа, это Max Factor Miracle Match Foundation, и конкретно это линейка Blur & Nourish, и я бы здесь сильно широкую бы стрелку не делала, вот как-то вот так вот бы ее увела, и это настолько сразу вот как бы поднимает ее глаз, и она становится вообще вот такой вот просто лисичкой, и время ближайшей а way, но вот так далее.